привет дорогой друг товарищ и единомышленник можно так сказать сегодня продолжим читать книгу тристана донована играй история видеоигр ну а если ты это смотришь значит тебе это интересно а если тебе интересно то попросил бы тебя помочь в развитии канала помощь может быть разной от простого лайка и перепоста и размещение к примеру ссылки на это видео в своих соцгруппах может быть или еще где-нибудь до банально финансовой помощи финансовая же помощь финансовые средства будут идти на рекламу канала чем нас будет больше тем больше будет разнообразного контента вот ну спасибо за то что прослушал ну а сегодня продолжаем с главы 3 хорошая вещь для домашнего отдыха которая рассказывает о революции отари от аркадного понк до домашнего понк ну а сейчас ты видишь картинку веселье инкорпорейт нолан бушнелл наблюдает за тем как игровые автоматы гран трак 10 сходят со сборочной линии отари в июле 1974 года и так приступим хорошая вещь для домашнего отдыха голова 3 популярность понк ударной волной распрошлась по всему развлекательному бизнесу меньше чем за шесть месяцев отари из никому неизвестного стартапа вырвалась в лидеры революции в аркадном бизнесе для тех кто увлекался играми возникшие на рынке виде устройства явились воплощением технологических мечтаний времен холодной войны давая игрокам то удовольствие которое они не могли получить от пинбольных столов и электромеханических игр телевизор теперь можно было не только осмотреть теперь любой зритель мог взять его под свой контроль как выразилась флоридская газета около star banner что может быть лучшим доказательством того что американцы живут в космическую эру чем растущие применение электроники в играх в которой они играют успех понк перестроил индустрию развлечений владельцы игровых залов повернулись спиной к постоянно ломавшимся и ненадежным электромеханическим играм которые когда-то стояли в их залах и увлеклись видео играми видеоигры приложили более широкий спектр развлечений и поскольку у видеоигр было меньше двигающихся механизмов они были более надежными рассказывал последствий боб лоутон основавший фан-спот аркад в в вирс бич нью гэмпшир 1952 году спросите всякого кто имел свое время дело с электромеханическими играми и не вам скажут то же самое с видео играми ты мог делать гораздо больше вещей чем с пластмассовой машины электромоторами и переключателями на протяжении года после дебюта pong в таверне энди капа более 15 компаний вошли в виде о игровой бизнес в котором когда-то была одна лишь отари нельзя сказать что эти компании слишком далеко отошли от формулы бита мяч использованный в pong вместо того чтобы генерировать новые идеи они принялись создавать плохо замаскированные копии и разнообразные вариации игры отари среди них была игра компании chicago coin киви пингейм смесь из pong и пинбола в которой игрок вооружившись битой лупил по виртуальному мячу с целью набрать как можно больше очков появилась и игра clean sweep компании ramtec целью которой было очистить все точки на экране ударяя по ним мечом в условиях растущей конкуренции отари понимала что ей нужно расширять спектр своих игр они заниматься переделками pong но тут сноска такая отари действительно выпустила несколько собственных вариантов pong среди котовых которых была версия на четырех человек куарда куардра пункт и волейбольный вариант рэбонт где игроки должны были перекидывать мяч через сетку мы знали что изобрели их новую технологию и все остальные на самом деле попросту копировали нашу технологию рассказывал босс отари нолан бушил сноска небольшая бушил получил полный контроль над отари вскоре после того как pong стал успешным а другой основатель компании тэд дабни ушел в 1973 году поскольку ему не нравилось работать в крупном бизнесе дабни продал свою долю отари бушил за 250 тысяч долларов так вот нолан бушил продолжает я же чувствовал что мы могли обойти их всех ну всех тех которые делали копии чтобы добиться прорывных новаций бушил стремился выстроить бизнес отари на эгалитарных ценностях и рабочей культуре базировавшийся на веселье и творчестве свои взгляды он разъяснил в манифесте компании который занял две страницы и в котором всячески обыгрывались идеи движения хиппи конца 60-х манифест провозглашал манифест провозглашал что неэтичная корпорация не имела никакого права на существование в любых социальных рамках и обещал что отари будет придерживаться социальной атмосферы в которой все мы можем быть друзьями находясь в стороне от организационной иерархии манифест также утверждал что отари не потерпит дискриминации любого типа включая короткую стрижку против длинных волос или длинных волос против короткой стрижки все это происходило сразу после эры водолея и революции хиппи и все мы хотели создать замечательную идеалистическую метеорократию объяснял бушно на практике эти ценности превратились нехватку финансированного рабочего времени отсутствие какого-либо дресс-кода и вечеринки с бесплатным пивом которая компания устраивала когда достигала какой-то очеред очередной цели мы были очень молоды рассказывал последствий бушно всем менеджерам было около 30 лет а большинству рядовых работников едва исполнилось 20 с такой демографической составляющей было естественно что корпоративная культура основывается на веселье правда потом мы обнаружили что наши сотрудники могли устраивать вечеринки не с чего просто так мы прославились тем что мы были вечно тусующейся компанией у нас в офисе всегда стояли ящики с пивом поскольку мы постоянно достигали поставленных задач и естественно закатывали вечеринку стив бристоу который присоединился к тари должности инженера в июне 1973 года ощущал что внутренний климат в компании был максимально не схож с атмосферой в крупных технологических фирмах того времени в атаре никого не интересовало если у тебя татуировка или же гоняешь ли ты на мотоцикле рассказывает он на то время в ibm ты должен был носить темные брюки темный галстук и белую рубашку со значком прицепленным груди в атаре же людей ценили больше потому что они делают а не потому как они выглядят к тому же компания закрывала глаза на увлечение своих служащих наркотиками на фабрике абсолютно точно никто не употреблял наркотики но мы устраивали вечеринки и наряду с пивом некоторые люди курили марихуану и на это мы просто закрывали глаза это было довольно странно рассказывал бушнов бристоу увидел в этом отражении времени это же была калифорния семидесятых это не являлась какой-то особенной общей политикой компании но на вечеринках которые компания закатывала можно было учуять характерные запахи или услышать как шмыгают носы скорее это был дух времени они правило которое устанавливала атаре несмотря на расслабленный стиль управления сотрудники атаре работали по многу часов попросту потому что они наслаждались своей работой многие люди работали по ночам и это было нормально иногда мы работали круглые сутки просто потому что мы кайфовали от этого чем занимаемся рассказывал дэйв шепард который пришел на работу в атаре в тысяча девятьсот семьдесят шестом году в качестве игрового дизайнера но а энглин перешедший из айби эм в атаре на должность управляющего в тысяча девятьсот семьдесят шестом году помнит какое впечатление на него произвела обязательность сотрудников атаре это были превосходные трудолюбивые парни которые могли работать по многу часов это смещение работы с жизнью наряду с нонкомформистским управлением бушного помогала компании быстро быть постоянно на шаг впереди крупных производителей стремившихся теперь завоевать видеоигровой бизнес пока остальные компании на разные лады копировали понк атаре стала выпускать новые типы видеоигр в игре спейс рейс любители аркад должны были продираться сквозь метеоритные штормы против часовой стрелки создатель понк ллкорн придумал игру котча в которой нужно было гоняться по лабиринтам используя для этого джойстики монтированные в розовые резиновые купола сделанные таким образом что что издалека они напоминали женские груди в игре куа-куар атари предлагала игрокам реалистичное световое ружье с которым они должны были охотиться на уток все три игры продавались тысячами штук лишь на тинг ассоциейтес бывший работодатель бушного попыталась пройти дальше простой переделки понк она сделала игру missile радар в которой игроки должны были сбивать пролетающие ракеты впоследствии атари переработала эту идею и создала missile command в марте 1974 года эксперименты атари с видео играми привели к выходу гран трак 10 первой в мире гоночной видео игры в гран трак 10 игроки видели гоночный трек с высоты птичьего полета и управляли виртуальной гоночной машиной при помощи руля рычага переключателя передач и встроенных педалей скорости и тормоза эта игра стала самой успешной игрой атари со времен выхода понк но из-за ошибок в финансовых расчетах компания не дооценила машину и теряла деньги на каждом проданном аппарате эти потери поставили атари на край пропасти крушению про способствовало и решение атари выйти на мировой уровень и открыть 1973 году в токио атари джапан открытие атари джапан было полнейшей катастрофой мы были молоды и считали что все возможно мы вероятно нарушили все возможные законы международной торговли с японией мы фактически самостоятельно финансировали все предприятие купили целый завод не заботясь о разрешениях и прочих вещах которые так сложно получить в японии как и большинство иностранных компаний пытавшихся выйти на японский рынок атари столкнулась со сложным законодательством и бизнес культурой которая открыто выступала против иностранных компаний в начале 60-х годов и кеда хаята премьер-министр японии сыгравший важную роль в послевоенном экономическом успехе страны привел в действие законы которые ограничивали активность зарубежных компаний защищая японский бизнес кроме того японские аркадные дистрибьюторы отказывались работать с нахальной американской компанией дистрибьюция для нас фактически была закрыта рассказывал Бушнов мы не нравились Сега мы не нравились Таито они делали все чтобы вставить нам палки в колеса они были защищены они были японцами мы были американцами и глупцами в частности компания Таито вовсю работала на то чтобы стать японским ответом атари после успеха в 1973 году их игр Элепонг и Сосер бывших клонами Плопонг компания принялась придумывать новые концепции видеоигр в 1974 году Томохиро Нисикадо разработчик Сосер создал первую оригинальную игру компании гоночную игру Спид Рейс как и в Гранд Трак 10 игроки наблюдали за действием сверху но вместо того чтобы втискивать весь гоночный трек в экран Спид Рейс создавала иллюзию нескончаемой трассы на которой автомобили соперников исчезали с экрана как только игрок нажимая педаль ускорялся машина игрока на протяжении всей гонки находилась в нижней части прямо линейного трека и могла мчаться только слева направо оставляя за спиной болиды соперников которые она обгоняла до этого момента в Японии не было ни одной игры которая бы столь радикально отличалась от Понг рассказывал Нисикадо который начал свою карьеру в Тайерах с созданием электромеханических игр Спид Рейс получила большую популярность и в Японии и в США где ее выпустила компания Белли Мидвай под названием Уиллс тем самым дав понять что Япония неотвратимо превращается в главную силу на рынке видеоигр до того момента мы просто импортировали игры из США а с этой игрой мы принялись экспортировать игры в США объяснил Нисикадо тем временем Atari Japan съела порядка 500 тысяч долларов прежде чем Бушнелл в 1974 году признал свое поражение чтобы не попасть за решетку мы должны были продать компанию рассказывал Бушнелл Atari Japan была продана компанией Nakamura Manufacture Turing японскому производителю и дистрибьютору игровых автоматов основанному в 1955 году Масайей Накамура и затем в 1977 году переименованному в Намка эта покупка превратила Накамура Manufacturing в эксклюзивного дистрибьютора игр Atari в Японии на ближайшие 10 лет катастрофа Atari Japan недооцененность Grand Track 10 и сокращавшиеся продажи Pong поставили Atari на грань закрытия и в тот момент когда все указывало на то что Atari уже обречена на помощь пришел один из хитрых бизнес ходов Бушнелла в конце 1972 года когда Pong являлся неоспоримым хитом Atari обнаружила, что дистрибьюторская система игровых автоматов в США устроена таким образом, что ограничивала возможность получения прибыли с одной игры бизнес игровых автоматов базировался на дистрибьюторах которые покупали автоматы и затем продавали их или же устанавливали сами в различных барах залах игровых автоматов и прочих местах, которые они сами и обслуживали чтобы включить эти заведения в свои сети дистрибьюторы делали эксклюзивные предложения от производителей для тех географических районов которые они обслуживали это делалось для того, чтобы лишить дистрибьюторов конкурентов доступа к определенным автоматам не важно, видеоигры Atari это столбы с пинболом Belly или же музыкальные автоматы Rock Ola таким образом, в городе с двумя дистрибьюторами производитель игровых автоматов мог лишь надеяться на то, что его машины окажутся в точках которые обслуживает Адана из дистрибьюторских сетей Бушнелла эта система удручала не только потому, что из-за нее Atari продавала меньше своих игр но и потому, что таким образом поощрялось возникновение потенциально серьезного конкурента и он нашел интересное решение сформировать липового конкурента который мог бы переупаковывать игры Atari и продавать их тем дистрибьюторам с которыми из-за соглашений с другими фирмами не могла работать Atari это была и оборонительная и наступательная стратегия рассказывал Бушнелл я всегда, насколько мог, старался помешать любому кто начинал копировать нас такой была моя этическая система я обнаружил, что разбросанные по разным городам дистрибьюторы с которыми у нас не было деловых контактов отчаянно пытались найти тех кто мог сделать и нечто похожее на нашу продукцию это было им нужно для того, чтобы выдерживать конкуренцию с тем парнем, у которого была наша продукция я говорил, что этот огромный спрос приводит к возникновению конкурента что на самом деле не очень хорошо так что позвольте мне создать конкурента чтобы удовлетворить существующий спрос вот именно для этого и была придумана компания Key Games я хотел отрезать дистрибьюторов от своих потенциальных конкурентов Key Games была названа в честь Джо Киннона друга Бушнелла, который согласился возглавить вымышленного конкурента Бушнелл также назначил Bristol вице-президентом по разработке чтобы убедить всю индустрию в том что Key Games это настоящий конкурент Atari, Бушнелл придумал историю о том как Bristol и другие разработчики Atari сбежали с корабля для того, чтобы обосновать новую компанию мы опустили слух, что несколько наших лучших людей покинули компанию и создали фирму конкурента для многих людей это выглядело очень логично рассказывал Бушнелл затем мы пустили еще один слух что собираемся подать на них в суд за кражу наших коммерческих тайн это тоже выглядело для всех вполне логично несколько месяцев спустя мы сказали что уладили все судебные дела и в качестве отступных получили часть Key Games чтобы все выглядело правдиво Key Games обзавелась собственным офисом офисами, продавцами и небольшой командой игровых разработчиков но основным видом деятельности компании был повторный выпуск игр Atari под другими именами например Spike версия Key Games игры Rebound поскольку на тот момент существовало большое количество компаний занимавшихся копированием игр Atari мало кто задавался вопросом о большой схожести между играми все печатные платы Key Games производились на заводах Atari у нас же были собственные корпусы и мы занимались разработкой собственных игр но это было частью единого целого рассказывал Bristol уловка сработала уловка сработала и вскоре Key Games принялась заключать сделки с теми дистрибьюторами до которых не могла дотянуться Atari дистрибьюторы все проглотили и Atari используя дырки в системе дистрибьюции могла теперь продавать свою продукцию всем и каждому рассказывал Bristol лишь один человек Джо Роббинс из Empire Distributing по словам Бушнила заметил странное помню как он подошел ко мне на выставке и говорит полагаете вы настолько умны что никто не поймет что вы сделали он сказал это так чтобы мы поняли что он проявляет уважение к тому что мы смогли это провернуть успешно обойдя ограничения системы дистрибьюции Key Games выпустила крупный хит в котором так нуждалась Atari для поправки своего финансового благополучия этим хитом стала игра для двух игроков Tanks в которой игроки гоняли на танках по напичканному минами лабиринту пытаясь друг друга подбить идея выросла из желания обновить первую видеоигру Бушнила и Дабни Computer Space Computer Space была действительно хорошей игрой но многим людям в нее было сложно играть сама идея свободно парящего космического корабля где тебе нужно было реагировать на скорость вращениями и встречным толчком было не очень простой рассказывает Бристову когда я был довольно юн мой дядя взял меня с собой на работу ему надо было очистить свой сад с помощью трактора Каттерпиллар которым он управлял словно это был танк а потом я подумал что это может лечь в основу Computer Space Бристову попросил Лайла Рейнса одного из инженеров Ки Геймс превратить эту идею в успешную игру Рейнс расширил первоначальную идею Бристову добавил лабиринт напичканный смертоносными минами вышедший в ноябре 74 года Танкс Стала самой популярной со времен Pong видеоигрой продавшийся в общей сложности в количестве 15 тысяч единиц когда у Ки Геймс появились серьезные деньги Бушнелл воспользовался этим для того чтобы официально объединить эту компанию с Атари частью сделки стало то что Кинан стал новым президентом Атари Прибыль от Танк поправившая балансовый отчет компании и слияние двух дистрибьютерских сетей вознесли Атари на недосягаемую для многих игроков на этом рынке высоту К тому же это здорово понизило затраты избавив от расходов на поддержание липового конкурента Время было выбрано как нельзя более удачно поскольку Атари собиралась выйти на рынок потребительской электроники с версией Понг для дома Идею перенести Понг в дома людей высказал инженер Атари Гарольд Ли С учетом исходного вдохновителя Понг игры Magnavox Odyssey идея сделать домашнюю версию Понг выглядела очевидной но Ли полагал что Атари может обойти Одиссей путем использования интегральных схем Небольшая сноска Интегральные схемы изобретенные в конце 50-х годов еще их называют микрочипами позволяли уместить отдельные компоненты использовавшиеся в электронных схемах в одном кремниевом чипе в результате произошел мощный прорыв в электронике интегральные схемы были не только намного меньше но и более доступны для массового производства чипы можно было просто массово печатать и они требовали меньше электричества и были более надежными итак продолжаем консоль Одиссей разрабатывалась в конце 60-х годов когда интегральные схемы были слишком дороги для того чтобы их можно было использовать в потребительских товарах к началу 70-х они все еще оставались предельно дорогими но достаточно дешевыми для использования их в игровых автоматах типа Pong однако Ли верил что в скором времени стоимость интегральных схем упадет настолько что сделает возможным создание консоли Pong которую можно подключать к домашним телевизорам создатель Pong согласился с доводами Ли и они вместе попросили Бушнелла профинансировать проект Бушнелл отнесся к их идее скептически технология была дорогой платы с интегральными схемами стоили почти 200 долларов и было предельно ясно что из этого никогда не выйдет про потребительский продукт не смотря на сомнения Бушнелла оба инженера стояли на своем и утверждали что план может сработать и чтобы доказать это они с помощью инженера Atari Боба Брауна принялись за работу над прототипом по сути никто не верил в этот проект рассказывал Бушнелл пока мы не были уверены в том что сможем реализовать этот проект мы вкладывали в него совсем не большие деньги практически безо всякого финансирования Трио провело большую часть 1974 года за разработкой прототипа домашней консоли Pong которая могла бы продаваться по приемлемой цене к концу 1974 года стало ясно что идея Ли может сработать и самым вдохновляющим аспектом было то что игра умещалась на одной единственно интегральной схеме это был настоящий прорыв который существенно уменьшал издержки производства Atari хотела производить консоли Pong самостоятельно но это требовало внушительных инвестиций для запуска усовершенствованной сборочной линии способной производить консоли в количествах необходимых для рынка потребительских товаров получение дополнительного финансирования выглядело затруднительным до тех пор пока Atari не разобралась со своими финансами объединившись с Key Games это помогло компании привлечь дополнительные 20 миллионов долларов от технологического инвестора Дона Валентайна основательного венчурного фонда Sequoia Capital к началу 1975 года Atari была готова начать рекламировать свою машину представителям розничных сетей но ритейлерам не нужен был мини-понг от Atari за 99 и 95 долларов мы представили первый понг на ярмарке игрушек и не продали ничего рассказывал Бушнов в магазинах игрушек на то время самый дорогой продукт шел по цене 29 долларов поэтому данный канал распространение для нас был закрыт отвергнутая магазинами игрушек Atari обратилась к магазинам где продавались телевизоры и стереосистемы но и здесь столкнулась с полным отсутствием интереса но поскольку зависимость от розничных продавцов лишь отвергнулся отвергнутся отмана приобретение так, словно это было наше последнее прибежище, рассказывал Бушнов. Все кончилось тем, что покупателем продуктов в Атаре выступил департамент компании, отвечавший за спортивные товары. Отделы спортивных товаров сердца на Рождество превращались в отделы по продаже пенпонга или даже бильярдных столов. И оказалось, что за год до этого с успехом были распроданы домашние пенболы, рассказывает Бушнов. Закупщик тогда сказал, что пенболы стоят в барах, автоматы спонг стоят в барах, значит это будет хорошей вещью для домашнего отдыха. Это был долгожданный и жизненно необходимый прорыв для Атаре. Сирс заключила с Атаре эксклюзивную сделку и поставила консоль на продажу в 900 своих магазинах. мощно вложившись в рекламу на Рождество 1975 года. В обмен Атаре должна была производить игру под названием Сирс Телегеймс Понг и соглашалась не выпускать консоль под брендом Атаре до наступления нового года. В то Рождество 150 тысяч консолей консоли Сирс Телегеймс Понг были попросту сметены с полок магазинов. Поскольку клиенты сходили с ума от одной только мысли играть в Понг у себя дома. И хотя на тот момент Одиссей уже давала потребителям возможность поиграть в видеоигры у себя дома, появление консоли от Атари стало тем моментом, когда миллионы людей осознали, что в видеоигры можно играть не только в барах и залах игровых автоматов, но и на телевизоре у себя дома. Впервые люди в состоянии поспорить с телевизором и заставить его сделать то, что им хочется, сказал тогда Бушнелл в интервью газете Вильмингтон Морнинг Стар. Консоль дает вам чувство контроля, которого не было прежде, ведь до этого все, что вы могли делать, это просто сидеть и смотреть телеканалы. Консоль запустила вторую волну популярности Понг, которая превратила Атари еще год назад, находившуюся на грани банкротства, в имя, известное каждой семье. Как и в случае с игровыми автоматами Понг, за Атари последовало громадное количество имитаторов, надеявшихся заработать на играх для телевизоров. Конкурентам Атари помогло появление микрочипа AY38500 компании General Instruments. Чип AY38500 делал почти те же самые вещи, что машина Атари, но General Instruments свой чип разработала самостоятельно, рассказывал Ральф Байер, создатель консоли Одиссей. Этот чип сделали два парня из шотландского города Гленротс. Потом парень из General Instruments на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, как-то про это прознал и попросил парней приехать и взять с собой демонстрационный образец. Этот чип и последовавшие за ним чипы от конкурентов позволили любой компании производить Понг для дома, при этом не утруждая себя разработкой интегральной схемы с нуля. Главное для них было получать чипы в необходимом количестве. Бум на домашнюю версию Понг застал производителей чипов врасплох, и они не могли производить их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос. Такие компании, как производители игрушек Coleco и Magnavox, первыми заказавшие чипы, получали их вовремя. А вот компании, обратившиеся позднее, такой преференции не имели, и поэтому не успевали отправить свои консоли на полке магазинов к Рождеству 1976 года, когда популярность домашней версии Понг достигла максимума. Несмотря на проблемы с поставкой микро-чипов, миллионы людей купили себе Понг для дома. К Рождеству 1977 года в продаже во всем мире находилось более 60 версий консолей Понг, и примерно 13 миллионов консолей было продано в одних лишь США. Но применение микро-чипов в видеоиграх на этом не закончилось. К концу 70-х годов появился новый вид микро-чипа микро-про-тессор, изменивший не просто видеоигровой бизнес, но саму природу того, как и во что люди играли. И тут сноска. Микро-процессор представлял собой чип интегральной схемы, которая исполняет вычислительные функции на одном кремниевом чипе. В отличие от обычных интегральных схем, он может быть запрограммирован для выполнения различных функций, не требуя при этом внесения изменений в саму схему. Ну, на сегодня все. Глава 3 окончилась. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.